Доброго времени суток дорогие друзья вы смотрите канал Unchained на ютубе а я Сергей Лав и сегодня я продолжу играть в XCOM Enemy Unknown прошло уже достаточно времени на самом деле с записи последней серии 4 если я не ошибаюсь это будет 5 так что я немножко уже подзабыл конечно же что здесь вообще происходит у меня я постараюсь не налажать потому что я помню что в первой или второй серии я сильно сильно налажал с боями так изучиваете у нас что тут изучивается сейчас так любим в этом да все нормально так число 18 марта что с даёт смотрела что у нас собственно строится светилит uplink 14 дней осталось значит он успевает достроиться workshop еще один так значит нам нужны собственно говоря спутники потребуются они строятся сколько они строятся 20 дней то есть сейчас 18 число да и мне так там мне как раз требуется 2 200 кредитов чтобы построить да все все нормально не забыл а то мог бы сейчас это забыть да и такой так консул да я не успеваю 20 то есть я счет неправильно посчитал ладно в следующем месте я запущу значит их но в принципе у меня здесь проблема вот только в чайне и так все все спокойно на этом уровне сложности вот с поколения так стоп 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 не туда крайне на этом уровне сложности вот конкретно с паникой странах все более менее еще терпимо давайте поищем себе проблем так паники тут нету миссии изи дают рекрута но мне не нужен рекрута если честно 4 ученых так конечно предлагают 4 инженера конечно инженеры круче всего всегда инженеры тут вообще тащит но если я не пойду в египт то здесь уже паника будет на четверочку он нам на 1 она добавляется если я не ошибаюсь то что на последний уровень слушай там помна 3 или на 2 ли сразу прямо добавляют вот поэтому я пойду все таки вот сюда здесь вы и дефеков да я хочу как-то очкую давайте попробуем так ну в принципе с командой у меня здесь нормально так вот она вы и дефеков миссия конечно это жутко напрягает что я не знаю чего тут ждать возможно какие-то сложные вообще будут чувачки которые которые мне быстро накажут и скажут что я не прав так карту не пойми так а я думал здесь вот еще здание будет но нет здесь она вот так вот она не широкая да картуской совсем вот здесь уже границы прямо и там то есть вся соль вот в этом здании который вот так вот здесь идет скорее всего так ну давайте начнем конечно с и как но сразу в первый же да вот поэтому я не стал туда бежать сразу кого-то найдем такой карте это по-любому не жалко что они отсюда убежали потому что вы сами видели что он там был в желтом щите мог мог бы попасть 20 и 29 давайте попробуем ну конечно тем более там урон всего два пистолетом я помню прокаченный такси 40 процентов да и не посмотрел там стоит о ништячок 1 я убрал ранган ну тут особо то никуда не прибежишь если честно здесь никого я не согрюще ух ты лишь блин беда прям еще двоих и да это было внезапно если честно очень внезапно потому что я-то думал что раз здесь вот была группа то в следующем будем здесь оконченном предполагал что может быть такая подстава но если бы я знал я конечно ранен кан сделал хотя бы вот этого я бы убрал сколько девяносто три процента да я была убрал а сейчас мне интересно если я до сюда добегу я смогу отсюда по ним пальнуть так могу но я не могу выстрелить вот из этого потому что там надо целый ход на тратить так а вот этот для меня тоже желтый так но почему все 28 печаль конечно потому что я боюсь что вот этого бойца мы сейчас потеряем у них целых трое сходили будут вашего кого-нибудь бусин это сразу во сразу меньше становится кого надо кто будет по нам палить по крайней мере может быть все таки он не попадет у меня полный щит есть есть надежда теплится еще надежда моем сердце так этот отошел были вот это плохо конечно тоже промазывает хорошо плохо вот почему я думал ранен гонить вот до сюда и в упор прибить вот это то есть мы минус 2 сделали бы и вот этого если бы я убивал то принципе все чисто становилось я боюсь что вот здесь опять кто-нибудь может быть вот а сейчас если я убью вот этого то до этого я уже никем практически не достану до всего никто не видит да как тяжело его достать оттуда выцепить будет сейчас и это тактика все таки добежать до сюда и убить вот этого это хорошая в принципе идея потому что все равно минус 2 я сделаю но то что я не смогут как-то дальше что-то сделать это крайне рискованно да тут даже мне некуда забежать отсюда никто не выбежит пока мы их не активируем активируем то мы их наверно только если дверь откроем но опять же ты ничего нам не дает если мы туда забежим потому я вообще по мне попадаю не вообще ни в при каких условиях там сидит его отсюда его вроде можно увидеть да да можно увидеть но шансы там какие 30 процентов да это чисто такая вот рулетка выбор либо ну конечно если я здесь становлюсь я перед ним открытый останусь это все плохо будет сразу да давайте так как это больше не особо нету вообще предложений каких-то я надеюсь я никого не сыграл никого и не сыграл теперь я могу вот поэтому пальнуть сто процентов авто 5 дэмэдж все отлично минус 2 я по крайней мере остаюсь в полном щите ну конечно может запросто вот сюда добежать и прямо в упор меня пострелять но если честно я ни разу не то чтобы искусственный интеллект так делал так мы попробуем понадеемся естественно это промахи снайпер ну единственный вариант снайпер вот сюда переставить если честно передвигаться на с просто на один я все равно не смогу никуда попасть толку то так и этим тоже мне бы надо на 2 куда нибудь перебежать сюда я могу стать клок могу вот сюда отлично нет он отступает это хорошо так сколько здесь еще здание будет идти дофига этот поможет уже не здание или это там другое здание но я боюсь что это не то есть вот то что сейчас мы видим на карте это далеко не самое худшее что нас ждет я просто уверен иначе сложность карты не было бы верить в куб ну или я просто лишнего перестраховывать но мне кажется реально там будут какие-нибудь либо робота либо еще кто-то так и мне сказали что да за это спасибо вроде как есть ход кейна овервотч вроде как y до чтобы плавающий ход ким я больше не доставал можно вернуть на y оказывается это очень круто так ну чё никто его не спи это кто его не увидел давайте его попробуем взять на крышу залез оказывается попали неплохо так может быть вот здесь кто то есть вот здесь скорее всего кто то есть однозначно кто то есть и вот еще здание вот тут достаточно большой если скорее всего там тоже кто то есть главное чтобы не было никаких нибудь там жуков или еще кого-то на бойцы в принципе не самое прокачивание не самые такие бойцовые о 10 полный щит значит мы здесь за овервотчерси так здесь надо бы сделать перезарядку что потом не осталось так здесь тоже можно за овервотчить и и и и и и камера как-то неудобно там вот вообще ставится здесь вот единственное нормальное место это вот здесь спрятаться никого и не согрел значит никого не будет вот так вот сюда снапер поставить хотя помогу ли я на крышу на эту забраться мол могу наверно да что ты мерцаешь заразу вот сюда допустим да по трубе она залезет или мужик ну ладно он меня простит за такое сейчас я могу кого-то согреть да нет никого не согрел ну ладно здесь за овервотчерси тоже лично еще наверно одного человечка я закинул на крышу тут как ты меня бесишь то чтобы я вот мог откуда-нибудь отсюда раскрыть да вот здание вырисовывается немножко истине уже но почему я двоих сюда засунул собственно говоря есть такие роботы я не помню встречал олег просто всех вам встречал они умеют просто раз и запрыгивать они летающие они запросто запрыгивать то есть на такие вот препятствия если одним человечком тут запрятаться то это может крайне фигово я когда не знал что они так могут запросто я вот тоже одним вот так на крышу залез думал ну все и тут безопасности чем никто ничего не может сделать лишь крыша у меня преимущество высоты и все такое а потом как оказалось что они запрыгивают вдвоем как запрыгнули за один ход буквально и я оказался просто зажатый ничего не мог сделать уже то есть я оказался в тупике единственный вариант был убегать просто но эту карту я помню слил вообще жутко в том числе вот из-за такой вот ошибки вот поэтому я не хочу чтобы у меня здесь он остался один не прикрытый никем так и выдвинуться бы куда-то но а если вот они здесь стоят дайте попробуем если я могу забежать обратно так странно никого это странно так наверно вот так попробую но вот этот глупо конечно было на 2 вдруг я кого-то сальто бы ну наконец-то наконец-то подсветили откуда рак вот отсюда откуда светил то есть вот из этого угла но я боюсь что все равно надо проверить это помещение там не дай бог никого никого не осталось тут вылезут сюда будет вообще не прикольно так 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 принципе если они вот там с этой точкой не будет хорошо их простреливать однозначно так давайте этим сюда передвинемся так и я уже забыл на какую кнопку там реально на x по-моему да нет на x наш так какая же там кнопка была какая-то кнопка и я забыл какая на x переключение оружия на y это овервотч на какую кнопку тогда взаимодействие с предметами черт я тогда сейчас вернусь когда вспомню и так я наконец-то вспомнил какая кнопка тубок крайне близкая кнопка к иксу оказывается в здесь нас ждет троечка собственно а нафига я так сделал вот вопрос то собственно что делать дальше потому что я могу заранее тинганить вот сюда куда-нибудь конечно это не вопрос я могу кинуть гранату в общем дела я как то думал что здесь кто то есть но не настолько все таки предполагал то есть если бы я был точно уверен что есть то есть я бы намного лучше подготовился после того что ну хватит у меня и такой вот двух человек здесь вот потому что все таки маловероятно что там кто-то будет и вот этими я уже сходил потому что я мог бы вот сюда подойти да и наверное зря вот отсюда этим героем забежал потому что я мог бы допустим вот гранату кинуть да этим я ним ей я не могу кинуть гранату сюда нафига мне на крыше то а вот и я мог бы вот отсюда кинуть гранату вот сюда короче вот такая вот ситуация достаточно неприятная сто процентов как вы думаете я потеряю этого бойца если я здесь останусь или нет ну давайте хотя бы одного уберем варианты можно сделать овервотч но увидит ли вот она с такого угла и все-таки тетка же да не ошибаюсь да увидеть для вас такого угла если кто-то допустим вот здесь начнет пробегать я думаю что увидит и вариант кинуть гранату на нас граната затемнит меня шанс попадания по мне снизится вариант либо в защиту эти либо попробовать перехватить если кто-то попробует подойти ближе но подойти они могут вот и отсюда вот сюда спокойно либо они какие-то цикливы если честно то есть вы помните как вот этот убегал с меня не атаковал и возможно они вообще вот через отсюда побегут так что давайте я все-таки овервотчность в надежде что если кто-то побежит вот здесь то я его перехвачу и больше никого так бустят у меня все еще есть ранен ган так ну да они почему-то не хотят лезть прямо в атаку и я предполагаю что вот здесь вообще у нас овервотч потом встал овервотч я не помню прокачен ли у меня умение лайтинг рефлекс которые позволяют что первый выстрел по нам всегда будет мимо ну овервотчный выстрел по-моему я прокачал поэтому у меня в любом случае расчет сейчас только вот на то что я сейчас добегу сюда и убью вот это и будет минус 2 давайте попробуем нет овервотча не было или он был он меня не увидел да он далеко достаточно убежал смотрите к этим дверям сто процентов минус 2 отлично искусственный интеллект тупит скажем так ну по крайней мере мне не доставляет удовольствие пока его поведение слишком уж простенько как-то если честно в чем же тогда very difficult этой карты то неужели тут сейчас в конце я наткнусь на какую-то группу как тут просто жопорвателей здесь же еще мне подсвечивалась группа но потому что пока все жутко спокойно вот этот их тактика бустите она просто скажем так термин английский я не могу вспомнить конечно контрится английский термин да она контрится она просто вообще на раз вот особенно с ранен ганом это просто конфетка поэтому чуть-чуть даже прокачаны бойцы намного сильнее по странам ган это по-моему самое первое умение кто нам дают же буквально одно умение уже делает бойца намного полезнее в разы полезен но вы видите я уже ну в сумме четверых а так то двоих как бы убил за счет того что я смогу добежать просто до до них давайте сейчас сделаю опять вот такую хитрость здесь overwatch им всех троих что дальше крыша не все равно них я их не хочу двигать здесь также а вот этим я сейчас перебегу отсюда у меня здесь будет полный щит правда один патрон надо было перезарядиться да ладно будет полный щит если я кого-то замечу есть шанс что когда они начнут разбегаться черт там нет никого ага теперь теперь я точнее вижу откуда светит по моему они раньше светили вот все таки из угла прямо с самого но теперь это однозначно вот из этого угла я подозрю так тут какие-то непонятные вещи если честно но такое ощущение что осталось последний групп потому что но больше нет 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 тут быть группам но сами видите здесь точно никого нету здесь тоже точно никого нету за домом тут слишком мало места что там кто то был там примут вы видите что вот здесь вот если только то есть максимум две группы я думаю что вот здесь на самом деле кто то и все так значит вот эти крышевики мне не понадобятся дать их переставлю к дверям надо подбежать 7 и сходить будет так раз так второй крышевик интересно вот там крыша такая стеклянная если вы рядом с ней встать смогу ли вот вниз стрелять вот интересный момент и ни разу так не делал то есть можно увидеть по идее можно простреливать считает ли так игра или нет я не знаю на самом деле это было бы интересно если можно было так ну сверху их сагрить и прострелить мне потребуется перезарядиться вот этим бойцам потому что лучше перезарядиться вот до боя чем я сагру какую-нибудь сложную группу и окажется что у меня не осталось патрон так на x нет на x это смена да вот на что-то нарисовано перезарядка тогда на что у нас перезарядка вот на цифры она тоже плавающая ну ничего не остается этот просто реверочность что один боится у меня уже деактивирована за счет перезарядки один ход я так пропущу такое ощущение чтобы оттуда сверху даже подсвечиваются ну да ладно а то есть здесь нет прохода здесь стена это лестница на самом деле куда на лестнице вот сюда на лестнице интересно интересно а вот эту я могу открыть фигнюшку могу тогда так мне нужно что ты сделал ты офигел я не нажимал ничего я пытался того бойца выброс какой стать он вообще открыл этот так ладно нет никого слава богу а где же тогда на крыше что реально или за зданием чем я пытался этого бойца вот так кликом выбрать но я не буду кликом выбирать открою вот это место открою я сказал а вот они дружки и они как раз сюда поломились шикарно и я их не вижу отсюда зато я им вот этим вижу я должен увидеть вообще желтый щит у меня должен быть кого-то нет смотрите к вам почти напротив него стоит показывать сразу что щит полный то я могу гранаты их удивить вот так простенько давайте я не пользовался чем гранатами тем более двоих убить одной гранатой вполне неплохо увижу увижу а я не могу стрелять им да всего два дэмэджа я могу нанести то что пистолет они еще не прокачан там умение на пистолет и там есть увеличение урона от пистолета на 2 я точно это помню и он становится 4 интересно если тут еще кто то я могу вот так сделать вот так вот либо это будет конец миссии либо тут еще кого-то я заспал нет никого сто процентов должно быть и да это конец миссии но несмотря на то что это very difficult я убил десятерых всего миссия оказалась на самом деле просто элементарно никаких сложностей у меня не возникло я не получил ни разу урона и даже в опасности там было чуть-чуть так но противник жутко соковал и миссия была просто чересчур легкая так наши бойцы получили промоушены повышение так rapid reaction и хит амор дэмэдж ну да тут выбор то естественно что дальше будут много роботов я по-моему говорил в какой-то из серий хотя возможно те серии не вышли так спринтер либо коврин фаер интересно это позволяет нам на три клетки больше бегать я так понимаю что за два хода то есть это ну каждый радиус на 3 увеличится то есть сумме будет на 6 или это всего на 3 то есть если допустим но все два хода трачу то я смогу на три пробежателем скина 6 по-моему все таки на 6 потому что там реально на очень больше у него радиус становится но я не уверен если честно но это очень полезно потому что он можно так резко перебросить бойца в какую-то точку там либо спрятаться либо наоборот добежать это очень сильно помогает я вам скажу а вот это позволяет reaction shot у среагировать на выстрел а не на ток передвижением если честно то я не знаю насколько это полезно потому что считается ли то что допустим мы видим бойц новым противника или мы должны его не видеть и увидеть именно во время того как он начнет по вас стрелять по он такого вообще него там не может быть потешки выберу вот это так как я понимаю что это как работает и не будет с этим проблем здесь у нас выбор tactical sense либо агрессию ну да здесь я уже вам тоже говорил имеет смысл именно брать крит шанс потому что все-таки штурмовик он выбегает вперед ему нужно убить нежели защититься вот эти вот защита она вряд ли поможет вот этим плюс 20 вот очень я сомневаюсь если могут добежим но в упор как мы обычно делаем и получится так что у нас враги еще остались то я очень сомневаюсь что вот эти плюс 20 даже то есть это четыре врага мы должны видеть я очень сомневаюсь что если мы такое количество врагов будем видеть нам этот плюс 20 поможет так мы получили конечно четыре ученых конечно шикарно миссии было бы если бы за нее давали не ученых а инженеров видите у нас получилось в бразилии здесь тоже немножко по повысилось но я думаю так инженером здесь 12 9 собственно здесь пока все спокойно здесь ничего нового в постройках здесь тоже ничего нового миссия пройдена я думаю на этом пятая серия прохождение xcom будет завершена подписывайтесь ставьте лайки если вам понравилось голосуйте в группе вконтакте за xcom если вы хотите видеть серии по этой игре чаще но на этом я прощаюсь и надеюсь что разлег не только себя но и вас